Центр единоборств Документы. Крыльцо сделано в соответствии со всеми СНИПами, строительными нормативами. И, как говорится, по договору мы еще имеем гарантийный срок использования. Одной из проблем, почему она у нас разрушалась, это попадание с крыши сточных вод. Мы усилили, пробили верхнюю часть. Сейчас вода туда попадать не будет. Большое количество людей сюда приезжает, то есть очень много соревнований здесь проводится. И вид, я считаю, должен быть соответствующий тому, где мы принимаем людей, в том числе из других регионов Российской Федерации. Помимо реконструкции крыльца преобразилась и территория перед спортивным центром. На внебюджетные средства приобрели и установили вазоны с цветами, разбили клумбы. В этом процессе у нас участвует не только технический персонал, то есть в этом процессе участвуют и административные персоналы, и в том числе у нас даже проучаствовали спортсмены в этом году в высадке цветов. Юлия Эдензон, допустим, мы заместили по спорту Ольга Ивановна Лаптева, там, допустим, начальник отдела кадров. Девочки, то есть этот процесс взяли на себя. Приятно слышать от людей, которые здесь работают, во-первых, что очень красиво, а во-вторых, когда нашим людям, то есть Центр спортивной подготовки, особенно кто здесь находится, говорят. Просто прохожие говорят, ребят, очень здорово получилось, приходит сюда большое количество людей, особенно вечером, то есть мамочки с колясками, то есть прогуливаются, фотографируются, вот, и у нас вызывает это определенный позитив, потому что, ну, деятельность, естественно, идет, но созидательный процесс в ней обязательно должен быть. По словам Андрея Ежова, работа над клумбой раскрыла творческий потенциал сотрудников и еще больше сплотила коллектив регионального центра спортивной подготовки. Субтитры создавал DimaTorzok